Всех приветствую на канале Гатто Плотиадо. И сегодня у нас обзор. Обзор, можно сказать, банальный. Такого вот всем известного швейцарского ножа производителя Виктори Нокс. Вот этот нож привезен, скорее всего, из Австрии, из Европы. Но чем он отличается от тех, что продаются здесь, я не знаю. Я думаю, что, скорее всего, всего вообще ничем. Ну, данная модель, ну, может быть, вот с такими наклейками я не видел, чтобы здесь были в продаже, с такой надписью. А так, такие же абсолютно ножи, такого же цвета, такого же дизайна и таких же возможностей. Ну, вообще, нож, я бы сказал, этот нож просто обязателен для того, чтобы его каждый имел. Он годится для всех случаев жизни, просто дома, под рукой. Если куда-то едете на поезде, например, на рыбалке, вообще, в любых случаях жизни. Ну, давайте посмотрим, какие в данной модели есть опции. Основной лезвие выглядит таким образом. Сталь здесь отличная. Вот видите, он немножко у меня испачканный, но побывал на рыбалке уже не раз и отлично себя зарекомендовал. Сталь держит заточку долго, режет отлично, поэтому выше всяких похвал для такого ножек. Лезвие не очень толстое, но, собственно, для такого ножа и не нужна мощность. Следующий девайс. Вот такие вот ножницы. В отличие от более дешевых образцов. Ну, я считал, я всегда считал, что ножницы в ножике это что-то не очень надежное, баловство, в общем. Здесь, в этих ножницах, нет. Отличная сталь. Режут все отлично, начиная от ногтей, заканчивая какие-нибудь пластиковые бутылки, разрезал спокойно. Механизм работает безотказно, отлично. В общем, все главное, гвозди не стараться перегрызть. Консервный нож. Он же открывашка. Все режет, все работает. Спокойно с банками справляется. Вот такая бутылочная открывашка. И она же отвертка. Тоже, когда нет под рукой отвертки, быстренько открутить, закрутить. Очень полезно. Шило. Вот такое мощное шило. И дырочка. То есть, можно просто зашивать кожу или еще какие-либо ткани такие твердые и прочные. То есть, можно прямо ножом зашивать где-нибудь в походных условиях. Пожалуйста. Вот такая опция. До сих пор не понимаю, зачем это нужно. Ну, крючок, конечно, удобная штука. То есть, можно что-то зацепить, проволоку там или еще что-то. Ну, честно говоря, не знаю, насколько это нужно, но, как ни странно, несколько раз практически применял. То есть, действительно потребовался и действительно удобно, когда что-то зацепить, вытащить. Вот когда это действительно нужно, нужен крюк, очень удобно. А так, можно, в принципе, вполне было бы обойтись без него. Что-нибудь более практичное сюда вставить. Ну, и, конечно же, самый главный девайс, штопор. Как же без него? Видите, он мощный. Можно вытащить любую пробку и не бояться, что ничего не получится. По бокам зубная зубочистка, пластиковая. Ну, она грязная такая, после рыбалки. Где-то валялся у меня там. Но, в принципе, можно почистить, помыть и пользоваться. Очень полезно, когда находишься где-нибудь в лесу или в лодке. И после еды, когда мясо поел, очень даже постоянно требуется. И пинцет. Пинцет, не знаю, для мужчины требуется очень крайне редко. Но, по опыту могу сказать, не показывайте этот девайс жене, потому что будет тут же конфискован. А так, может пригодиться. Тем более, в ноже будет вот такая дырочка. Если его забрать, туда будет набиваться грязь. Хотя бы ради этого. Вот такой вот банальный обзор. Извиняюсь, если кого утомил. Потому что такой нож, по-моему, известен абсолютно всем. Только отличаются набором опций. Вот. И еще раз скажу. То есть, нож выше всяческих похвал. Обязательно. Его нужно иметь, я так считаю. Помимо остальных ножей. То есть, он обязателен для любых случаев жизни. От домашнего применения, заканчивая поездками, выездами на природу. На этом все. На этом прощаюсь. До новых встреч.